В Южной Осетии реализуются проекты, направленные на развитие республики и повышение уровня жизни населения, отметил глава государства, приветствуя делегацию Министерства по делам Северного Кавказа Российской Федерации во главе с заместителем министра Игорем Кошиным. В рамках инвестиционной программы реализуются десятки социально значимых проектов, развитие инфраструктуры, объектов, значимость которых невозможно переоценить. Президент выразил благодарность руководству Российской Федерации за оказываемую всестороннюю поддержку. Результат абсолютно очевиден. В этом году мы по той программе, которую выполняем, шикарный родильный дом, который отмечают и представители взрывоохранения Российской Федерации, которые приезжали сюда, и счетная палата, которая смотрела родильный дом дома, по улице Градьев-Рубаев, детский сад по улице Суворова, и здание налогового комитета. Все те проекты, которые есть, они успешно завершаются. Как подчеркнул Анатолий Бибилов, все проекты, которые реализуются, направлены исключительно на улучшение благосостояния нашего народа. Помимо вопросов инвестиционной программы, предстоит обсудить и другие социально ориентированные проекты, как отметил президент, в их числе и повышение заработной платы в бюджетной сфере. «Приятно отметить, что у нас есть такие социальные проекты, как повышение заработной платы, это очень хороший проект, животрепещущий проект в Республике Южной Осетии, на который серьезный центр внимания, конечно, не деля наши бюджетники. И я думаю, что основа, которая заложена в нашей инвестиционной программе 2020-2022, это опять-таки абсолютно социально направлено и нацелено на то, чтобы жизнь Южной Осетии действительно становилась комфортнее». Повышение заработной платы и направление, которое стоит на особом контроле, отметил заместитель министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. «В базовую помощь заложены вопросы повышения заработной платы в бюджетной сфере. Безусловно, это очень важное направление. И благодаря вашему активному участию в этом вопросе, благодаря вашим встречам с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, эти вопросы сдвигаются с мертвой точки. И бюджет, ну так, расходная часть все время увеличивается. Вот это важно». Конец года – это время подводить итоги, подчеркнул Игорь Кошин. Своевременная разработка проектно-сметной документации положительно повлияла на реализацию проектов инвестпрограммы в целом. «Благодаря вашим усилиям, благодаря усилиям ваших коллег, этот год, наверное, первый, когда вся проектно-сметная документация текущего года была готова говорить. Она была готова в первом квартале, и, безусловно, это скажется на проценте освоенных средств. Эта программа, мы ее завершаем в 2019 году, и очень приятно, что она завершается рядом социальных объектов». В рамках встречи стороны также подчеркнули необходимость начала проектирования инвестпрограммы на 2020-2022 годы, разработать необходимую проектно-сметную документацию, чтобы впоследствии реализовать программу в рамках установленных сроков. Роза Тедеева, Заурустаев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск «Сегодня».